Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Казахстан в опасности. В стране чрезвычайная ситуация. Карантинные меры все усугубляют. Куда ушли миллиарды, выделенные на борьбу с коронавирусом и что можно было сделать на эти деньги? Экономический пакет требований ДВК нужно немедленно реализовать. Промедление повлечет за собой необратимые потери. Коронавирус стал тестом на ответственность для режима и населения. Казахстанские власти с эпидемией, скажем честно, не справились. Ситуация вышла из-под контроля и стремительно набирает обороты. В стране ужас и паника. Люди продолжают вызывать власти к принятию адекватных решений. Но режим глух и по-прежнему ворует, тратит драгоценные активы на никчемные проекты. Казахстан возглавил мировой рейтинг по распространению эпидемии. Каждый день в стране устанавливается новый антирекорд по количеству заразившихся. Только народ может заставить власть принимать адекватные меры. На момент снятия режима чрезвычайного положения 11 мая насчитывалось 32 подтвержденные смерти от коронавируса. Сейчас же при всех замалчиваниях умерших почти две сотни. По заниженным официальным данным число заболеваний пневмонией увеличилось в 4 раза по сравнению с июнем прошлого года. Скорая помощь не справляется с растущим валом вызовов. За последние две недели их количество увеличилось в несколько раз и превысило 30 тысяч в день. У аптек выстраиваются бесконечные очереди. Невозможно купить аспирин, парацетамол и даже защитные маски. А ведь носить маски власти обязали под страхом крупных штрафов. Одно из самых влиятельных изданий Америки, The New York Times наглядно показала скорость распространения коронавируса на планете за последние 14 дней. На карте видно, что наиболее быстро заражение коронавирусом происходит в Ботсване, Намибии и Казахстане. При ужасающих масштабах катастрофы правительство не возвращает режим ЧП, а разрешает работу у основных мест распространения вируса. Допускается деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, строительных работ на открытом воздухе, оказание бесконтактных услуг населению. Автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, сельского и рыбного хозяйства, цонов и банков второго уровня с ограничением по времени. Режим нарушает конституцию, вводя запреты на свободу передвижения решением простой комиссии. Будут введены ограничения на перемещение населения старше 65 лет и группами более трех человек. Посещение парков и скверов допускается группами не более трех человек. Хотя это вопиющее нарушение 39-й статьи Конституции Казахстана. Права и свободы гражданина могут быть ограничены только законами. В Конституции нет никаких упоминаний о госкомиссиях, которые могут ограничивать конституционные права граждан. Эти номинальные меры не могут остановить распространение болезни. Главную опасность при эпидемии представляют общественный транспорт в часы пик, офисы, крупные предприятия, но их закрывать власти не собираются. В таком случае режиму придется обеспечивать людей, компенсировать потери доходов. Минтруда прямо сообщил, что выплачивать 42 тысячи больше не будут, и народ остается наедине с нищетой. Под видом карантина власти ограничивают права граждан и разворачивают массовые репрессии. Об этом говорит жесткая система штрафов за нарушение карантинных мер. За нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований к административной ответственности будут привлекаться физические лица на 30 МРП. Субъекты предпринимательства от 230 МРП и выше. Вместо поддержки бизнеса власти обложили предпринимателей штрафами. Один из членов госкомиссии, менеджер Кулебаевской организации «Атомикен» так отозвался об ожидающих народ штрафах. Нынешний локдаун в части штрафов будет наиболее суровым. Даже одно незначительное нарушение санитарных требований и ограничений может уничтожить небольшой бизнес и лишить дохода несколько семей. Это стало возможным благодаря поправкам, внесенным в ряд законов, в том числе о чрезвычайном положении. Их Токаев инициировал заранее, еще в марте. Принятые тогда поправки в законы и указы противоречат Конституции и ограничивают права граждан. В Конституции прямо указано – права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами. Это значит, что все последние решения Токаева и его правительства недействительны. Запредельный цинизм и наглость демонстрируют Назарбаев и его окружение в эти трагические для страны месяцы. Сейчас они беззастенчиво наживаются на болезнях и смертях казахстанцев. 10 миллиардов долларов снова ушли в карманы Нурбанды. А в это время страна сидит без лекарств, народ голодает, умирает на земле возле больниц и отчаянно просит о спасении. Очередной локдаун – возможность для обогащения правящей верхушки. Как надолго хватит запаса терпения нашего народа? Более четырех месяцев в Акарде обсуждают антикризисный план по поддержке экономики и населения. С того самого момента, как рухнули цены на нефть и в Казахстане ввели режим ЧП, еще в марте Токаев поручил выделить более 10 миллиардов долларов на борьбу с вирусом. Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 триллиона тенге или 10 миллиардов долларов. Правильно распорядившись данными средствами, мы без сомнения выйдем победителями в борьбе с кризисом. Я думаю, что учитывая объемы нашей экономики и учитывая численность населения, то это довольно солидная сумма. Однако победы под кризисом не случилось. Министр Даурья Набаев прямо объявил, что помогать всем людям власти не будут и назвал безусловные выплаты всем гражданам популистской мерой. За два месяца только 4 миллиона человек смогли хотя бы раз получить 42,5 тысячи тенге. В масштабах всего антикризисного плана на это ушла ничтожная доля – около 350 миллионов долларов. Эти выплаты незаметны в масштабах страны. Недавно Азиатский банк развития одобрил пакет помощи Казахстану в размере миллиарда долларов. По идее, средства должны помочь правительству смягчить социальные и экономические последствия, а также воздействия на сектор здравоохранения пандемии коронавируса. Но руководство Казахстана жестоко обмануло Азиатский банк. Власти сообщили, будто осуществляют раздачу продуктовых наборов гражданам, помогают семьям, потерявшим доход из-за пандемии. В действительности правительство давно отказалось помогать людям. Борьба с кризисом – это еще один повод для режима воровать деньги под видом помощи. В апреле в СМИ попал проект правительства о поддержке системообразующих компаний. В него вошли исключительно фирмы подконтрольные семье Назарбаева. Список предприятий включает даже салоны элитных автомобилей и гольф-клубы. Из 360 предприятий 218 – это компании, занимающиеся постройкой элитного жилья. Причем 80 этих компаний принадлежат одному – Айдыну Рахимбаеву. Еще 86 работают в сфере торговли и аренды недвижимости, 26 транспортных компаний, 15 энергетических и всего 5 горнодобывающих. И ни одной производственной компании. В итоге под давлением общества правительство отказалось от такого реестра, сообщив, что будет оказывать помощь по другому принципу. 10 миллиардов долларов – для Казахстана действительно огромная сумма. Ее хватит, чтобы раздать, например, по тысяче долларов каждому работающему гражданину страны. Учитывая, что половина страны получает менее 100 долларов в месяц, это будет шанс пережить кризис и начать новую жизнь. На эти деньги можно по ценам Алматы обеспечить двухкомнатными квартирами как минимум 300 тысяч семей. Также по ценам Алматы можно обеспечить как минимум 200 тысяч семей отдельными особняками. Можно построить более 650 элитных школ, наподобие той, что сейчас строится в Астане. Также можно построить 10 тысяч километров автомобильных дорог, даже по казахстанским запредельным сметам. Но режим Назарбаева никогда не помогал людям, которых он рассматривает как источник налогов. Он помогает только своим банкам и компаниям, для которых придумываются специальные программы. Именно поэтому антикризисный план Тукаева оказался столь сложным и непонятным. Это лишь повод, чтобы снова обворовать людей. Пока вы смотрите, в комментариях кипят обсуждения. Поделитесь своим мнением и вы. Также подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Демократический выбор Казахстана считает ситуацию в стране чрезвычайной. И мы требуем чрезвычайных мер для спасения населения и для стабилизации экономики Казахстана. Мы призываем народ проявить ответственность и вместе с нами требовать от режима немедленно принять тот пакет экономических мер, который и разработал ДВК. Промедление повлечет за собой необратимые потери. Объединяйтесь! Судьба страны в руках народа! На власть надежды нет! Только объединяясь и выдвигая четкие требования к правительству, мы сможем добиться улучшения ситуации. Что мы можем сделать? Ситуация становится очень плохой. В этой связи мы предлагаем и озвучиваем новый пакет требований, который сейчас может стабилизировать ситуацию. Требуем признать ситуацию с коронавирусом чрезвычайной и принять пакет мер для спасения людей и экономики. Требуем остановить преследование врачей, журналистов, правозащитников, активных граждан. Требуем полной гласности о статистике заболевших, вылечившихся, умерших. О состоянии больниц, пригодности койкомест. О сроках и объемах поставок препаратов для лечения коронавируса. О сроках обеспечения населения масками и другими средствами защиты. О том, как выполняется указ Тукаева по оплате медикам, работающим в очаге поражения. О количестве медицинского персонала. Требуем мобилизации всех министерств, военных, прочих силовых структур для обеспечения бесперебойной работы медицинских учреждений. Оказывать помощь с питанием и уходом за больными в очаге поражения. Требуем сократить бюджет КНБ на 100 миллиардов тенге. Национальный фонд нам еще пригодится. Будем жить по средствам. Комитет национальной безопасности ООН в народе прозван комитетом Назарбаевской безопасности. Эти люди в погонах и не в погонах, они просто стоят за Министерством внутренних дел, за полицией и дают им команду. Они имеют бюджеты на поддержку разных агентов, доносчиков и так далее. Вы понимаете, деньги списываются миллионами, миллиардами в карманы этой политической верхушки. То есть, если КНБ, имея бюджет свыше 400 миллиардов тенге, вдруг исчезнет, вы даже не заметите, что этот орган вообще нашей стране был нужен. На сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16.12. До встречи.